Прогнившие деревянные доски и неустойчивые перила. Так в январе выглядел пешеходный мост в станице на Волокинской. С центром поселения переправа соединяет всего лишь одну улицу. Чтобы не подвергать себя опасности, люди обходили путь в три километра, когда по мосту он гораздо короче, всего 200 метров. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии, жительница станицы Оксана Ракелова рассказала Вениамину Кондратьеву в ходе январского приема граждан. По поручению губернатора там начали ремонтные работы. И уже в середине февраля мост стал доступен для местных жителей. Наш мост долгое время находился в аварийном состоянии. И для нас, жителей станицы на Волокинской, это была огромная проблема. Потому что у нас улица Заречина, это самая отдаленная улица нашей станицы. И там проживают и многодетные семьи, и много пенсионеров, которым очень далеко добираться было до центра. И сейчас мы очень рады тому, что наш мост отремонтировали. Обновленный пешеходный мост для станичников – большое событие. Здесь демонтировали старое, установили новое деревянное покрытие, а также металлические перила. ЖКХ и благоустройство территории – одна из частых тем обращения губернатора. На одном из приемов в главе региона приехали жители Павловского района. Они попросили помочь в строительстве тротуара вдоль одной из дорог в поселке Октябрьский. Людям приходилось ходить по проезжей части. У нас это единственная дорога к объектам социального значения – школа, больница. У нас за год в дела два смертельных случая. Мы неоднократно обращались во всевозможные инстанции, но вопрос этот не решился до сих пор. Тогда Вениамин Кондратьев объяснил главе Павловского района, что тянуть с решением таких вопросов и заставлять людей обращаться с просьбой о строительстве тротуара губернатору – неправильная работа. Если вы до сих пор не пришли к способу решения вопроса, то как же вы собираетесь его решать тогда? Поэтому еще раз подчеркиваю, с 2009 года идет переписка, потому что на весь, что вы есть, что я смотрю, что особого результата нет, потому что проблему так никто и не в них, и не погрузился. Ну, уж точно, тротуар явно не компетенция Министерства транспорта. Явно не компетенция. Это у вас должен быть четкий алгоритм и способ решения вопроса. И вы уверяете, Борис Иванович, что вопрос будет закрыт? Да, точно. Вот это что, с 2009 года переписка футбола в народе меня не устраивает. И устраивать никогда не будет. Все, договорились, вопрос снимается. До первого повестки дня сегодня, до конца года, что тротуар был. По просьбам жителей поселка возле учреждения были установлены мигающий светофор, лежачие полицейские. Кроме того, у школы появились уличное освещение и тротуар. На личном контроле губернатора масштабная работа по благоустройству городов и поселений. Так, в Абинске сделали капитальный ремонт сквера по улице Интернациональной. Работы провели в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Здесь заменили тротуарную плитку, установили детские площадки, дизайнерские клумбы. Занятие по душе в этом парке себе найдет каждый. Любители активных развлечений – те, кто просто предпочитает единение с природой. Место больше стало, можно на роликах, на самокате покататься, а еще тут очень весело. Сейчас, конечно, мы видим парк обновленным, красивым, уютным. Здесь прекрасные возможности для детей. Вы видите, какие площадки замечательные. Для молодежи. Здесь созданы условия также для занятия спортом для старшего населения. Еще одно долгожданное решение, которому пришли после приема граждан. В станице Ильинской Новопокровского района по поручению губернатора в местной школе заменили кровлю. Капитальный ремонт в образовательном учреждении не проводился около 40 лет. Крыша стала протекать. Сегодня учебный процесс уже не срывается из-за плохой погоды. А в хуторе Марьинском Тбилисского района в школе номер 8 появился новый автобус. На прошлом перевозить детей было уже небезопасно. Теперь для маленьких пассажиров путь к знаниям намного комфортнее.